МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте. Поздравляю вас еще раз с победой, с золотой медалью, которую Антон привез из Польши. В этот раз чемпионат Европы проходил там. Расскажите о том, что за были соревнования. Я знаю, что это было седьмое первенство Европы по Киокушинкай. И как проходила подготовка в первую очередь? Подготовка началась еще летом. То есть Антон летом уезжал на трехнедельные сборы. Они проходили в Ливаде. То есть вся сборная Дальнего Востока, она у нас идет летом подготовка, в августе трехнедельная. То есть это 6 утра подъем, 3 тренировки в день. То есть общая физическая подготовка, развитие физических навыков. Ну и затем методично переход уже в Владивосток, уже технические подготовки, базовые. И уже больше в парах работа и спарринги. Ну и тем самым вышли на соревнованиях. Специально была подготовка именно к этому турниру. Ну, получается, предшествовала вызову в сборную, был в составе национальной сборной, Антон, да? Победа на каких соревнованиях в этом году? В этом году на соревнованиях тоже также первенство Европы, которое проходило в 2012 году в Сербии, в Белгороде. Ну и после третье место на первенстве мира в Японии. То есть тебя уже давно заметили, зная, что вот у нас такой есть подающий надежды спортсмен, который, собственно, уже не раз привозил золотые медали, да? Известно в российской... Ну, естественно. То есть Антон, все, что можно было, скажем, в России выиграть, он здесь все выиграл. То есть и федеральная круга, чемпион России он. И на чемпионате, например, на первенстве мира уже второй раз он призер. Год назад он был вторым. То есть стабильно у нас медали. Антон приносит, не снижает планку каждый год. В Америке мы были в прошлом году, в Нью-Йорке тоже Антон стал второе место. Чемпионат Америки был открыт. То есть стабильно, победы всегда. Антон, ну а что для тебя вот послужило стимулом, учитывая, что ты уже становился чемпионом Европы в прошлом году, и когда ехал сейчас на соревнования, какую, во-первых, ставил перед собой цель и насколько оценивал свои силы? Ну, вообще, ставилась цель занять первое место. Как бы, ну, занимая первое место, участвовал. Говорили, что стану мастером спорта. Ну, наверное, вот эта вот цель и была. Ну, конечно, надеялся выиграть. Ну, мастер спорта, я так понимаю, получил. Ну, он выполнил норматив, мы сейчас готовим документы все. Я думаю, что никаких не должно быть препятствий. Антон, в любом случае, этот норматив, даже при попадании просто на пьедестал, на чемпионат Европы, ты должен получать мастера спорта. А чемпион – это 200%. Ну, давайте поговорим подробнее о том, что же вообще было в Польше, в Катавице, в городе. Сколько было спортсменов, приехал Антон, расскажи поподробнее о самих соревнованиях, насколько вообще серьезный был уровень соперников? Ну, уровень был такой, ну, средний. Были также слабые спортсмены, ну, низкого очень уровня. Ну, и также высокого уровня, потому что, особенно вот с России были спортсмены, потому что давалось всего два места в одну категорию ехать с России. С ними самое тяжелое было драться. Самые хорошо, наверное, подготовленные, самые сильные спортсмены. А в связи с чем вообще вот такое правило выставили, я так понимаю, это комитет выставил, что в одну весовую категорию от России всего два представителя? В связи с тем, что самая большая команда по... Ну, происходит так, что, как бы, хочу чуть-чуть в сторону отойти от этого всего. Наши отношения, ну, скажем, россиян к виду спорта, карате, мы занимаемся боевым искусством. Мы все полностью вкладываем, для нас проигрыш – беда. То есть, это полностью мы выкладываемся на... В Европе там чуть-чуть другой уровень, они... Другое отношение у них к этому. То есть, у них как спорт, они занимаются, ходят на тренировки и так далее. То есть, у нас задача стоит только победа. И поэтому в прошлом, позапрошлом году большая была команда с Россией. И Россия просто вытоптала всех. Ну, грубо говоря, очень сильно много призовых мест. И европейские страны, как Испания, Франция, Англия, они перестали ездить на турнир. В прошлом был турнир. Ничего себе! Да, потому что не видели никаких перспектив в этом, да. И для того, чтобы хотя бы была какая-то конкуренция и привлечь другие страны, решено было Россию ограничить именно по привозу учеников и спортсменов. И нас ограничили, и был жестокий отбор такой. Даже отметались от чемпионы России. Если бы Антон, допустим, на мире не занял в апреле место, я думаю, что бы место ему не достало. То есть, конкуренция была достаточно высока? Очень, очень серьезная. Тахир, который тоже стал чемпионом, в случае городского, он вообще поехал запасным. И просто парень не вышел, и он, скажем, на подножке поехал, стал чемпионом Европы. То есть, большая удача, что он туда попал, а потом уже получилось, что еще и выиграл. Кстати, интересно, что Тахир, который забивал золотую медаль, у него до этого был титул чемпиона Дальнего Востока, да? То есть, у него самое главное достижение его. У него было очень много попыток, у него большой, огромный опыт. Они, в принципе, с Антоном, наверное, весь мир переездили, но не было такого возможности, чтобы попасть в призы. То одно, то второе. То есть, то, что сейчас произошло, это на самом деле большая удача. Потому что очень сложно в нашем виде спорта выиграть, пройти именно судейское, именно что в Европе. Очень сложно не дома выиграть. Антон, ну а ты был готов к такой конкуренции в составе национальной сборной, учитывая, что все-таки ограничили вас? Или, учитывая, что ты прошлогодний чемпион Европы и призер чемпиона мира, что ты так уже спокойно к этому относился, думаешь, да, нет? Да, я о ней даже как бы не знал. Мне уже потом только сказали то, что попал, и то, что с Приморья много человек не поехало из-за этого конкуренции. А я о ней даже не знал. Я, Антон, просто до этого не говорил про это. Я не сомневался. Я думал, что если он будет об этом думать, то это, наверное, скорее всего помешает подготовке. То есть, настроение на подготовке и на тренировках должно быть только отлично. Если нет настроения, если ты там что-то другом думаешь, то это будет мешать тренировочному процессу. Ну, вот учитывая, что у нас трое было из Приморского края в составе российской сборной, это много? Или из других регионов было больше-таки больше спортсменов? Ну, я хочу сказать, что от Урала до Камчатки всего было пять представителей с Дальнего Востока. Девочка с Хабаровска, юноша была с Камчатки и трое представителей Приморского края. Ни из Самурской области никто не попал туда. То есть, получается, из Дальнего Восточного региона всего пять человек. Все остальное забрал Запад. То есть, категории не так на самом деле много, чтобы у них было места. Если мы даже забрали пять мест этих, то это уже хорошо. То есть, это треть. И я думаю, что большое достижение, что именно Приморский край забрал большую часть, 60% всех мест. Ну что ж, давайте поговорим о соперниках. Антон, путь, финал. Как тебе дался, с кем ты боролся, кого? В первом бою я, получается, выходил на... Ну, два соперника могло бы. Они дрались между собой, а кто из них побеждался, то я должен был драться. Я их видел, как они уже дерутся, поэтому было легче. Ну, в принципе, их уровень слаб же был. Один был с оранжевым поясом, другой с синим. Ну, и так получилось, что вот парень, который был с синим поясом, он его победил тоже по активности, по очкам, скажем. Ну, он тоже был на голову где-то выше меня. Пришлось драться все время. Все две минуты было тяжело, особенно первый бой. Победил его. Во втором бою был, ну, это полуфинал уже с Украины. Соперник. Также был выше, но голову с ним пришлось тяжело драться. Руки у него длинные были. Вот. Ну, дополнительное время его выиграл. Попал ему в голову. Ну, самый тяжелый бой был в финале с русским соперником. На него как бы уже настраивался. Я ожидал, что он выйдет. Знал, что будет бой с ним. Ну, и в дополнительное время его выиграл. Также по активности. Ну, насколько я знаю, вот и давайте поясним болельщикам и всем любителям спорта. У Антона была абсолютная весовая категория. Это свыше 80 килограммов. Это что-то новое вот в соревнованиях, потому что его вес 83 килограмма, а он боролся в финале вот с соперником. У него был вес больше 90, там даже свыше 100, по-моему. 99 килограммов. Но абсолютно весовая категория, это открытая категория выше 80 килограмм. То есть все ребята, которые выше 80 килограмм, они могут заявлять, это могут и 150 килограмм быть, и 80 килограмм. То есть такая вот, это самая престижная считается весовая категория. У нас в нашем карате самый престижный чемпионат – это абсолютный чемпионат, где заявляются все без весовых категорий. То есть все дерутся от 60 килограмм до 150 в одной категории, да. То есть, ну, Антону нужно туда пробиваться. Это самое престижное, самое, что можно выиграть. То есть готовиться именно к этому. А какую тактику выбрал вот на финальный поединок, учитывая, что соперник превосходил тебя в весе почти на 20 килограммов? Сколько, наверное, 15? Не отступать назад. Было главное бить его, чтобы меня не побило. Евгений, ну вот что советуете Антону в таких ситуациях? В абсолютно весовой категории. На что нужно, в первую очередь, прийти внимание, чтобы по активности побеждать или нокаут? В любом случае, если вес превышает соперника, то стоять на месте нет смысла. В любом случае, человек тяжелее, он его сдвинет с места, и нужно будет двигаться и наносить удар. То есть брать количеством ударов и брать именно в движении. Удары в движении, чтобы у тебя не смогли двигать. То есть изматывать нужен соперник, я так понимаю, да? Ну, одно дело изматывать, другое дело, что двигаться обязательно. То есть если ты встанешь, хотя бы на секунду встанешь, он тебя сдвинет. А проиграть территорию в нашем виде спорта никак нельзя. Если тебя будут выбивать постоянно за край татами, это однозначное преимущество, и победа уйдет. Только двигаться и максимальное количество ударов. Что, в принципе, Антон и сделал. В финальном поединке с соперником тоже из России. Антон, а поделись впечатлениями от чемпионата. Какие спортсмены из каких стран тебя, может быть, удивили? Наблюдал за поединками других спортсменов. Кто, может быть, после России, если Россия на первом месте сейчас идет у нас в общекомандном зачете по чемпионату Европы, кто, может быть, так же тебя удивил? Также были хорошие бойцы из Украины. Их было очень много тоже в призовых мест. Даже посчитал, 23 человека было в призах из Украины. Ну, они тоже хорошо дрались. И, по-моему, все, кто с Приморья, с ними дрались, с украинцами. То есть в полуфиналах? Да, в полуфиналах все встретились. Именно за выход в финал все дрались. Именно братья украинцы встали у нас на пути. Вот мы их прошли в полуфинале всех. А не было ли какого-то, может быть, отношения, когда наша российская сборная приехала, приехала российская сборная, опять же возьмут все медали, весь пьедестал будет. Антон? Нет, не было такого. К каждому бою мы серьезно настраивались. Всякое может случиться. Ну, а вообще, говорили перед эфиром о том, что сейчас сборная России все-таки номер один в этом виде спорта. Насколько это было предсказуемо, на ваш взгляд? И какая сейчас обстановка вообще развитием в Европе? Я не беру Азию. Поговорим просто о Европе, о России. Ну, очень методично, динамично даже развивается на западе России. Это Москва, Санкт-Петербург. Пермский край вообще номер один у нас сейчас считается в Киокушине по развитию. Челябинская область, очень хорошо Краснодарский край. Очень много, очень много занимающихся. Десятки тысяч занимающихся. В Европе очень хорошо развивается. Тоже Испания, Испания. Все славянские государства бывшие тоже очень хорошо. Болгария, Польша. Очень много занимающихся. В Англии. Ну, вот такие скандинавские страны. Там чуть-чуть похуже, но они тоже есть. Тоже присутствуют. И бойцы есть хорошие среди них. То есть можно сказать, что сейчас Европа опережает Азию по развитию Киокушинка? Ну, в Азии всегда все стабильно. У них, ну, скажем, если здесь чемпионат, у нас в Европе 300 участников, то, допустим, в той же Японии чемпионат внутри Японии. Там может быть 1800 участников детей. Только в Пиринстве. То есть там Киокушинка, карате, в Японии это номер один карате. Там всегда стабильно у них, очень много занимающихся. Очень много занимающихся. Ну, учитывая, что Владивосток у нас все-таки близко к Японии и вообще к Азии, неудивительно, что у нас развивается достаточно на высоком уровне все виды карате. По Киокушинка сколько у нас секций в городе? У нас 22 секции в городе. И если общее количество занимающихся взять? Ну, около 350 человек. Вот, по всему городу? Да, только Владивосток, да. Что тебя привело в этот вид спорта? Расскажи нам свой путь. Ну, я привела маму туда. Отец хотел все время меня на бокс отправить. Заехали с мамой в зал. Она договорилась с тренером, поговорила, чтобы меня взяли. И все. Пришел на тренировку. Сначала лет, наверное, до 10, до 8. Вообще не хотелось ходить. Особенно, когда все гуляют. Каникулы у меня на тренировке. Мама со слезами на глазах заводила в зал. Ну, а потом уже как-то само стали даже запрещать из-за плохого поведения. Там в школе, не в школе. Учебы плохое. Запрещать ходить на тренировки. А когда, прохнув, у тебя интересный? Наверное, после первых медалей? После первых побед? Ну, да. Лет, наверное, с 10. Так вот появилось желание ходить. Евгений, ну, каким вот был Антон на своем начальном этапе? Ну, я хочу сказать, что Антон начал заниматься с 4-х лет. Мы начали возить его, наверное, лет с 6 на турниры. Ну, первые турниры, ну, конечно, там проигрыш, там. Но со второго турнира, сразу со второго турнира, на первенстве города Артема, он занял первое место. Будучи занимающийся, самый маленький. Ну, Антон был всегда такой пухленький, кругленький. И всегда в самых тяжелых категориях. Не было такого, чтобы Антон в средних категориях. Вот как занял позицию. И всегда был в высоких, в тяжелых категориях. И на втором турнире он уже стрелил, ну, грубо говоря, с спортивным языком. То есть занял первое место. Мы вообще не знали, кто там, что там. Было интересно. И потом началась просто череда побед. Одна методично, одна за другой. Победа, 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 победа. То есть ли Антона, допустим, сейчас показать дома, какая у него там галерея всех этих медалей, там, я не знаю, ты не почитывал? О, сорока. Сорок медалей? Да. Тридцать пять, сорок. Тридцать пять, сорок. То есть понимаете. Что такое? Тридцать пять, сорок медалей у меня. То есть благодарственные письма любого уровня, от российских и дальневосточных. Стабильная премия. Даже вот у нас второй год подряд. Мэр награждает. То есть успехи видны. Все замечают, переживают. Кому позвонил после победы первому? Маме? Ну да. Сначала набирал отцу, до него не дозвонился. Позвонил маме. А кто у тебя вообще самый, скажем так, ярый фанат твой? Кто тебя больше поддержит? Тотки мама или папа? Да даже не знаю. Они все одинаково, наверное. Мы приверемся на небольшую рекламу и после вернемся к разговору с Антоном Клингом, который стал двукратным чемпионом Европы по киукушинкой карате. Учитывая, что сейчас Антон только вернулся с чемпионата Европы, я так понимаю, что сейчас будет отдых или уже начались тренировки и подготовка к каким-то следующим соревнованиям? Ну, во-первых, для того, что после такого выигрыша нужно морально как бы отдохнуть и потом очень серьезно настроиться. Я думаю, что неделю-две Антон отдохнет, потому что после этой эйфории очень сложно прийти в зал и что-то начать. Нужно, наверное, отдохнуть, а потом с новым желанием прийти к этому всему. Ну, опять начнется подготовка, втягивание, и у нас, конечно, задача все-таки мир выиграть. А когда был соревнование чемпионата мира? В апреле 18-го числа следующего года. А где? В Токио, в Японию. В Токио было, в Японии. То есть сейчас необходимо найти мотивацию, во-первых, для этого, да? Самое главное. Ну, я думаю, что мотивация зашкаливает у Антона после двух золотых медалей с чемпионатом Европы и призовых мест на чемпионате мира. Антон, а расскажи, вот ты в школе учишься сейчас, как тебя вот одноклассники, не знаю, встречают, когда возвращаешься с соревнований, уважают ли тебя в классе, боятся ли? Да, вроде нет такого, что боялись там прям. Ну, как, по соревнованиям приезжаю, естественно, все поздравляют, спрашивают, как все проходилось. Ну, все такое. Ну, радуются, естественно, да? Следующие, вот, после школы, что планируешь, куда поступать? Это будет ли связано со спортом, на какую-то спортивную кафедру пойдешь, или все-таки хочешь, не знаю, заниматься, может, чем-то другим? К чему у тебя еще тяги, вот, кроме каратэ, кроме кякушинка? Да пока еще даже не думал об этом, не знаю, куда буду поступать. Ну, навряд ли со спортом. Так, просто, ну, как бы, буду детей тренировать. Вот сейчас даже набираю в себе группу, пытаюсь набрать. Друзья, кто хочет заниматься у двукратного чемпиона Европы? Вот, пожалуйста, Антон набирает группу, где проходят занятия? В школе, ну, в 80-й школе, на Невельского спорткрупа, по-моему. Вот так вот. А что тебя вообще стимулирует? И где получаешь мотивацию, вот, ну, учиться, плюс тренироваться? Это постоянные сборы, тренировки, школа, соревнования. Вот, я не знаю, силы-то откуда вообще берутся? Родители заставляют. Вот опять к родителям вернулись мама. Мама, папа, бабушка тоже. Евгений, как вообще Антона, вот, вы как тренер, что ему говорите? Представьте, следите, учитывая, что все-таки 16 лет, еще и школа есть, но необходимо закончить. Ну, конечно, школа-то, ну, должна быть, как бы, на первом месте. Ну, так, я хочу сказать, что Антон, как бы, отлично учится, у него одни пятерки. То есть, я, я вообще удивляюсь ему, как он это все совмещает. Учиться на пятерке, еще и, получается, выступать так. То есть, тренировки-то практически не пропускает человек. Когда успевает учиться, тоже вопрос для меня. Ну, это, скорее всего, больше воспитание родителей, правильное. Ну, и подход, наверное, самого Антона выбирает себе. Если хочет заниматься спортом, значит, должно быть на учебе все хорошо. То есть, потому что выезды, это недельные выпады со школы и так далее, постоянные. Но в любом случае успевает. Ну, вообще, как бы, очень нас радует. Антон, а у тебя вот 35-40 медалей, мы уже знаем дома. Но, все-таки, самая яркая победа, которую ты вот будешь помнить еще, может быть, до первого места чемпионата мира. Ну, на первенстве России запомнился, наверное, больше всего победа. Это была первая победа на первенстве России у тебя, или? Да. А, вот когда ты стал чемпионом России. Неужели стать чемпионом России настолько круто, даже чем чемпионат Европы выиграть? Почему для тебя это важно? Думаю, да. Соперники сильнее, в принципе, там на турнире. Они там как на подбор все просто. То есть, легких побед там нету, легких боев тоже нету. То есть, россияне очень серьезно готовятся. И большие категории, очень много боев, то есть, до 5-6 боев до первого места. Ну, и поэтому вот и на Европе происходит, что я говорил, до этого отсеяемые российских бойцов, чтобы они не занимали там все, что можно. Такой отбор. А там можно на Европе и какого-нибудь венгра помять, не напрягаясь. Ну, собственно, что и доказал, то у тебя был соперник из Венгрии, и потом из Украины. Ясно. А когда вот рассказывали про подготовку, это в Приморском крае, в Ливаде, какие-то мастер-классы, какие-то, может быть, учебно-треночные сборы у азиатов. И есть вообще чему поучиться нам у японцев? Или все-таки у нас уже своя школа, учитывая, что успехов добиваемся? В любом случае, Япония как бы основатель этого стиля, и учиться у них нужно всегда, особенно их отношение к тренировочному процессу. То есть они всегда все доводят до идеала. То есть на техническом уровне, они очень высокий, у них технический уровень, и подготовка у них очень серьезная. И они относятся к карате очень серьезно. То есть мы, если, допустим, у нас есть шероховатости в технике, мы можем быть, у нас там кости покрепче, там, скажем так, броня пошире у российских бойцов, то Япония не очень серьезная. Для них это, они проигрыш там чуть ли не до харакири они там доводят. То есть они готовятся серьезно. Невозможно их победить морально. Вот, конечно, подготовка у них очень серьезная морально. Они очень морально готовятся именно к поединкам. То есть сломать его, пробить его, характер его сломать, это невозможно. То есть можно быть сильнее физически, да? Но вот именно психологически тяжело сломить противника. Да, но это, как бы, я считаю, что это самое главное в нашем стиле карате. Не физически воспитать человека, а именно нравственно и духовно. То есть чтобы ты был готов внутренне ко всему. Ну вот этому можем мы поучиться у японцев. Это мы можем однозначно поучиться. Антон, ты научился этому уже у японцев или еще все впереди? Как работаешь вообще перед соревнованиями? Именно физически силен, сила есть. А вот именно в психологические моменты как прорабатываешь? Как настраиваешься перед поединками? Это даже нету как такую стратегию. Всегда по-разному. Но не всегда получается прямо именно настроиться хорошо. Тяжело будет вообще. Ну, понятно, что и там еще учиться нужно. Еще впереди, учитывая твой возраст, впереди еще очень много будет соревнований и побед. Я так понимаю, что только на начальном этапе еще, да? Ну, скажем так, это не начальный этап. Спортивная карьера. Я думаю, что это, скорее всего, назвать так это нельзя. То есть подготовительный период прошел. Мы раньше участвовали, там очень много турниров было в год посредственных, непосредственных. То есть участвовали везде. То есть пробовали себя везде, набирались опыта. Сейчас это отборные турниры. То есть это 2-3 турнира в год. Больше этого делать нельзя, потому что уровень серьезный. Но я думаю, что останется Европа, Россия и мир. Да, да. То есть эти 3 турнира, которые, скорее всего, Антон будет посещать. То есть ниже уровня нет смысла ездить, я так понимаю. Антон, а кто для тебя является, и имеешь ли ты, может быть, какого-то, не знаю даже, как назвать, кому ты хочешь подражать? Вот кто-то для тебя из мира спорта, может быть, не только из Кио-Кушинкай. Кто-то из великих спортсменов, кто тебя вдохновляет? Ну, боец. С Камчатки, Гдерзи Капанадзе. Сейчас выступает, дерется. Абсолютная весовая категория, да? Абсолютная весовая категория. Это боец номер один сейчас в мире и в нашей России, который тоже практически нигде не проигрывает. Очень мощный боец, очень подготовленный. То есть вот сейчас, буквально две недели назад, опять стал чемпионом России. Нокауты серьезная техническая подготовка. Нокауты за 7 секунд, за 5 секунд. То есть бойцы просто отлетают. Ну, учитывая, что вот он с Камчатки, ты нос из Владивостока, мы надеемся, что ты в скором времени станешь вторым таким же абсолютным чемпионом. Вот. И я желаю удачи, отдыхая сейчас после чемпионата Европы, после кубка, после медали, которые привез к нам в Владивосток. Спасибо еще раз за победу, вам спасибо за такого воспитанника. Это была программа «Время говорить». До встречи на 8-м канале. До встречи на 8-м канале.